Основным закон не зря зовется Политика 23 января 98 Основным закон не зря зовется Ремонт нынешней Конституции давно назрел Здесь мы не можем не согласиться с президентом и готовы поддержать внесение в основные законы изменений, которые он предложил Но этих изменений явно недостаточно Для того чтобы понять, какой должна быть Конституция, которая будет способствовать успешному развитию нашей страны Нужно честно и ответственно анализировать законодательную практику прежних эпох И также честно и ответственно оценивать историю принятия нынешней Конституции и ее изъяны Некоторые историки настаивают на том, что первой Конституцией России следует считать высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка Подписанный Николаем Ти В октябре 1905 года Этот манифест стал вынужденным ответом монархии на первую русскую революцию, которая тогда набирала силу Он действительно предполагал довольно существенные изменения Главное из них состояло в том, что царь делился частью своих законодательных полномочий До этого единоличных, с Государственной Думой, учрежденной в августе того же года под давлением общества, охваченного революционными событиями Согласно манифесту, ни один закон теперь не мог вступать в силу без одобрения Думы Но влияние парламента, впервые появившегося в нашей стране, оказалось лишь видимостью На бумаге оно было прописано, а на деле монарх оставил для себя лазейки Возможность распустить Думу в любой момент, когда пожелает И наложить высочайшие вето на любое ее решение Что де-факто перечеркивало всякую самостоятельность нового законодательного органа И этими лазейками Николай начала активно пользоваться, полностью подтвердив, что парламент для него фикция Меньше чем через год Первая Дума была распущена Та же участь постигла и Думу Созыва Она не проработала и четырех месяцев А в феврале 1917 года царь попытался приостановить работу Думы Созыва Но в результате новой революции сам через несколько дней отрекся от престола Манифест 1905 года так и не стал полноценной конституцией И не мог ее стать Парламентаризм, который в нем предусматривался, был фальшивым Изначально задумывался как подконтрольный, как декорация, лишь имитирующая народное представительство и народную демократию В этом манифесте были прописаны новые права и свободы Свобода совести, слова, собраний и неприкосновенность личности Но это был традиционный либеральный набор свобод, которые не работают на благо общества, если не подкреплены социальными гарантиями А таких гарантий в царском манифесте не было и близко В нем игнорировалась необходимость решения главных проблем массовой бедности, экономического и технологического отставания России То, что законы не способствовали решению этих проблем То, что при монархии они оставались неразрешенными, и предопределило ее крах Она была не способна ни создать народную конституцию, ни проводить политику в интересах большинства К сожалению, многие из названных пророков перекочевали и в Конституцию России, принятую в декабре 1993-го на обломках народного парламентаризма Расстрелянного и растоптанного в октябре того же года Ельциным и его сообщниками Расстрел парламента, разгон Верховного Совета были противозаконными, вероломными актами политического насилия И такой же, по сути, вероломной, оказалась процедура принятия новой Конституции, навязанная стране Ельцинским режимом Власть постановила, что вопрос принятия основного закона важнейшего для страны документа, от которого зависит ее судьба Будет решаться не большинством избирателей, а только теми, кто придет на выборы В итоге Конституцию протащили благодаря 58% от пришедших на участки согласно официальным данным Но в голосовании, по тем же данным, приняли участие менее 55% избирателей Некоторые регионы откровенно бойкотировали голосование за Ельцинскую Конституцию В Татарстане на участки пришла лишь восьмая часть избирателей В Республике Коми, Пермской, Тюменской, Томской, Иркутской, Магаданской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах меньше половины Даже Свердловская область, откуда родом был Ельцин, не собрала на участках хотя бы половину жителей В итоге основный закон, по которому мы живем уже больше четверти века, поддержала только треть имеющих право голоса Остальные либо высказались против, либо не пожелали голосовать, утратив доверие к власти, действующий такими методами и утверждающий новые законы на крови А уже в следующем году появились исследования специалистов, делавших вывод, что реальное число принявших участие в голосовании вообще не достигло 50% И объявление о принятии Конституции являлось фальсификацией Эта Конституция, написанная под Ельцина, служившая утверждению его единоличной власти, стала, по сути, Конституцией нового самодержавия И у нас только за первые 10 лет этого самодержавия была осуществлена шоковая терапия, ограбившая народ, и криминальная приватизация, превратившая народную собственность в собственность новоришей и сформировавшей олигархический класс, который сегодня уничтожает Россию За те же 10 лет промышленное производство под управлением этих грабителей рухнуло почти на 45% Даже когда фашисты стояли под Москвой, оно снижалось вдвое более низкими темпами Единственное, что эта Конституция безоговорочно гарантирует, это то, что у российского президента власти даже больше, чем у царя При этом в ней все также отсутствуют социальные гарантии Сказано, что Россия является социальным государством Но никакими гарантиями гражданам со стороны самого государства это в основном законе не подкреплено Отсутствуют и гарантии подлинно свободных выборов, судебной защиты, честного общественного обсуждения важнейших проблем в том числе и в виде референдума, представляющего собой наиболее легитимную форму такого обсуждения А значит, и эта Конституция не может надежно защитить государство и общество от новых катаклизмов От обрушения всей системы власти, подобного тому, которое случилось в России в начале прошлого века Подлинные социальные гарантии народу давала только Советская Конституция Она впервые была принята в 1924 году и затем менялась дважды в 1936 и 1977 годах Это была кропотливая, многолетняя работа, опиравшаяся на выводы лучших специалистов В итоге с каждым разом Советская Конституция расширяла и укрепляла как социальные гарантии, так и гарантии представительства трудящихся во власти, которого Конституция олигархического капитализма опасается как огня Советский основный закон прямо способствовал тому экономическому, социальному, научному и культурному прорыву, которого добился СССР, ставший по-настоящему великой державой Да, и Советская Конституция в итоге не уберегла страну от развала Но, в отличие от царского манифеста, причина тут была не в ней, а в категорическом отступлении от нее, совершенном предателями, проникшими во власть Система рухнула не благодаря следованию своим законам, как в 1917 году, а благодаря их попранию, которое и позволило ее расшатать и обрушить Решить проблемы, порождаемые нынешней Конституцией, невозможно путем ее косметического ремонта Этот ремонт должен быть намного более основательным И чтобы его осуществить, необходимо, по нашему убеждению, обратиться к опыту Советской Конституции, позаимствовать лучшее из нее Пока мы этого не признаем, у нас не будет законодательной базы для победы над кризисом, для искоренения нищеты, для противостояния нарастающей демографической катастрофе, для подлинного экономического и технологического прорыва Нужно признать, изначально нынешняя Конституция принималась для того, чтобы узаконить совершенный накануне государственный переворот И в результате только спровоцировала те проблемы, которые необходимо преодолеть в новом основном законе Важнейшее из них отсутствие социального фундамента и фундамента для развития национальной экономики, потворствования интереса молчной антинациональной олигархии, бездарная и разрушительная политика в сфере медицины, образования, науки, культуры и информации Мы будем требовать внесения в Конституцию масштабных изменений В ней должно быть прописано, что земля и недра принадлежат народу, а доходы, получаемые от их использования, гарантированно направляются в государственную казну Она должна гарантировать трудовые права и эффективную защиту трудящихся от произвола работодателей с увеличением минимальной заработной платы не менее чем в 3-4 раза А также обеспечить всем выпускникам вузов и среднеспециальных учебных заведений получение первого рабочего места Она должна вернуть гражданам бесплатное медицину и образование, на финансирование которых необходимо направить в общей сложности пятую часть федерального бюджета В новой Конституции необходимо прямо прописать, что русские являются государствообразующим народом Иначе мы не остановим вымирание страны, которое происходит в первую очередь за счет русского населения, сократившегося со времени развала СССР почти на 20 миллионов Только внесение таких изменений в Конституцию будет способствовать тем переменам, которые жизненно необходимы России и ее гражданам И без которых мы не сможем устоять и сохранить свое отечество Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов